МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Телекомпания «Город» представляет информационную программу «Время говорить» главные темы сегодня. Нашли мамашу, полицейские выяснили, как попал на Скопинское кладбище новорожденный младенец. Главное, чтобы не погасло, рязанские факелоносцы готовятся пронести огонь зимней Олимпиады. Они вынесли за долги. Рязанские судебные приставы арестовали продукцию фабрики «Голубая АК». А теперь обо всем подробнее. Рязанская фабрика «Голубая АК» лишилась своей продукции, которую беспощадно вывезли судебные приставы. Основание – долги за тепло и по платежам в пенсионный фонд. Это не слухи. Фабрика «Голубая АК» является должником по исполнительному производству. Общая сумма долга превышает 3 миллиона. Они должны в пользу коммунальной платежи, скажем так, и пенсионный фонд. Для того, чтобы погасить эту задолженность, было обращено взыскание на имущество должника. Была полностью отработана первая очередь. То есть арестовывались денежные средства, транспортные. Арестовывалась касса. И вот на сегодняшний день мы уже дошли до готовой продукции. В связи с чем была арестована готовая продукция, то есть детская одежда, которая в настоящий момент находится на оценке. И после того, как должник, если все-таки не погасит долг, будет это имущество изъято и передано на реализацию с целью погашения долгов. А ведь это самое АК. Когда-то заслуженное предприятие ведет отсчет с 30-х годов, когда в Рязани появилась первая швейная мастерская. Пошло развитие. В 75-м появилось целое швейное объединение, в которое вошли 6 фабрик, расположенных в разных районах области. Поставили западное оборудование, шили качественную продукцию, получали дипломы. Теперь вот вывозят все, как говорится, довели до точки. Странно, надо сказать, на все это смотреть. Не так давно, например, мы давали сюжет о том, что школьную форму для рязанских учеников возят аж из далекого киргизского города Бишкека. На карте сразу не найдешь. А тут своя швейная фабрика. Даже когда-то объединение в долговой яме имущества вывезли. Странно как-то все у нас выходит. То у нас рязанский бройлер обанкротится, который, казалось бы, уже должен процветать и шириться со своей-то продукцией. То швейные предприятия в долгах, как в шелках. И это при том, что рязанских школьников одевать и обувать ежегодно требуется. Шей себе форму, да продавай. Какой-то уж больно неказистый и подозрительный бизнес по-русски получается. К другим темам. Рязанские полицейские выяснили, как попал на Скопинское кладбище новорожденный младенец. Напомним, о диком случае в провинциальном городе написали даже федеральное издание. Малыша с обмороженными руками нашли среди могилок местные жительницы. Женщины вызвали полицию и скорую. Грудничка срочно отвезли в больницу. Полицейские выяснили, ребенка попросту вышвырнули. На кладбище, как ненужный хлам. Мерзость дикая, по-другому не скажешь. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Скопинской полиции установили, что матерью ребенка является 21-летней жительницей Рязанской области. Около недели назад женщина уехала на заработки так называемых легких денег и ребенка оставила своему 21-летнему знакомому. Молодой человек, видимо, устав быть нянькой, решил избавиться от ребенка. Он оставил его на кладбище, после чего уехал с территории района. Уже сейчас известно, что он находится в Москве. За ним выехали сотрудники полиции. В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту оставления в опасности. Также решается вопрос о лишении матери родительских прав. Рязанские дорожные полицейские продолжают фиксировать в регионе многочисленные автоаварии. Про одну из них прямо сейчас. Осень традиционно считается порой дорожно-транспортных происшествий не только на дорогах города, но и в области. Так, сегодня одна из таких аварий произошла в городе Ряжск. 57-летний житель города, находясь за рулем Hyundai Accent, столкнулся с «Жигулями», за рулем которых был 18-летний молодой человек. Как сообщают сотрудники УМВД России по Рязанской области, виной тому, как зачастую бывает, оказалось игнорирование водителями дорожных знаков. 8 октября в 8.20 утра 57-летний преподаватель Ряжского технологического техникума, управляя автомобилем Hyundai Accent и двигаясь по второстепенной дороге, подъезжая к перекрестку, проигнорировал дорожный знак «Движение без остановки запрещено». Начал движение, не предоставив преимущества автомобилю ВАЗ-2109. Управлял «Жигулями» девятой модели 18-летний, учащийся Ряжского технологического техникума. Он не успел вовремя среагировать на приближающийся автомобиль, в результате чего произошло столкновение. Удар ВАЗ-2109 пришелся в правую пассажирскую дверь иномарки. В салоне девятки находилось еще три несовершеннолетних пассажира – 16- и 17-летняя девушки, а также 17-летний юноша, все учащиеся технологического техникума. Всем молодым людям была оказана медицинская помощь. Одна из девушек госпитализирована в больницу. А это видео было размещено на одном из информационных сайтов Рязани. Трактор во время проведения земляных работ повредил высоковольтный кабель, из-за чего на пересечении Гоголя и Островского произошел взрыв. К другим темам. Как известно, меньше чем через неделю в Рязань прибудет Олимпийский огонь сочинских зимних игр. Ну, надеемся, это будет именно греческое пламя, а не то, что возродил кремлевский охранник своей зажигалкой, когда Олимпийский факел нежданно-негаданно взял, да и потух во время пробежки в столичном центре. Ну, что-то там не так открутили. Для России это типично. Олимпийский факел возжечь для наших секьюрити и вообще расплюнуть. Позже глава Оргкомитета Олимпиады Дмитрий Чернышенко сообщил, что сотрудник не полностью открыл клапан. Следующий этап восстановили от лампады с аутентичным огнем. Такое случается. Продолжает программа репортаж Глеба Галушкина о том, как тренируются рязанские факелоносцы. Ирина Акимовна Трубчанникова говорит, что несмотря на преклонный возраст, регулярно выходит на беговую дорожку соседнего со своим домом школьного двора. По ее словам, пробежки позволяют ей поддерживать хорошую физическую форму. Вскоре Ирина Акимовна станет участником эстафеты Олимпийского огня. Статистика нам теперь выдает очень плохие цифры, что за последние 20-30 лет здоровье детей значительно получше. Поэтому, конечно, и экологическая среда влияет на это, и в социальной жизни. Ну и прежде всего то, что дети теперь имеют много других увлечений с помощью средств всякой информации, игрушки, компьютерные. Это отвлекает их, конечно, от деятельности. Но без движения человека, он не полноценный человек. За свою долгую спортивную жизнь Ирина Акимовна работала и тренером, и преподавателем. Больше всего она гордится своими воспитанниками, ведь ей удалось подготовить больше десятка мастеров спорта по гребле на байдарках и каное. Сейчас Ирина Трубчанникова работает преподавателем физической культуры в Рязанском педагогическом колледже. Кстати, она говорит, что ей посчастливилось поучаствовать в качестве судьи на 22-летних Олимпийских играх в Москве. Олимпийские игры – это самые крупные, самые красочные соревнования во всем мире. Каждый человек и каждый спортсмен с юности мечтает попасть на Олимпийские игры, хотя бы поучаствовать. А уж Олимпийским чемпионом все ведущие спортсмены мира мечтают. Это самая большая награда. У нас нет экс-чемпионов Олимпийских игр. Это может быть экс-чемпион мира, экс-чемпион Европы, экс-чемпионов Олимпийских игр нет. Ну и приобщиться, конечно, к Олимпийскому движению – это тоже важно. Я уже имела такую честь. 22-е Олимпийские игры в Москве. Я была арбитром этих Олимпийских игр. Поэтому считаю, что повторное приобщение к этой теме – это очень здорово. Я горжусь этим. Напомним, что в эстафете Олимпийского огня примут участие 103 рязанца. В конце сентября в Тамбове показывали класс служебной собаки. Лучшие друзья человека демонстрировали послушание при выполнении команд. Умение оперативно и точно работать во время поиска пострадавших. Из двух десятков кинологов и их лохматых зубастых друзей-напарников лучшим стал рязанский экипаж-спасатель регионального управления МЧС Андрей Бараев и его немецкая овчарка по имени Джек. Сегодня их поздравлял Олеся Харлина. Это и есть немецкая овчарка Джек – гордость рязанской поисково-спасательной службы. В Тамбове из двадцатки служебных собак он лучше всех сдал аттестационный экзамен. Мы прошли на отличный, во всех трех категориях заняли первое место. Дали нам кубок, медали, дипломы. Ну, как лучшая собака центрального округа, сказали. Напарниками Андрей Бараев и Джек стали только весной этого года. По большому счету, говорит кинолог, пёс, который живет в вольере и выполняет определенную работу, по-другому воспринимает понятие «хозяин». Это не столько привязанность к отдельно взятому человеку, сколько послушание. Он понимает команды, которые ему привычны, которые он знает. Кто дает команду, конечно, если я даю команду, у него больше внимания ко мне, он больше меня послушает, соответственно. А так, если даже коллеги возьмут его куда-то, он будет так же их слушаться и так же работать. Но меня не будет слушаться, естественно. Нет, будет. Только здесь надо правильно двигаться и правильно называть команды в правильном порядке. Тогда он как бы будет работать. На сегодня все. Хорошего вам вечера. До встречи в четверг, как обычно в программе «Время говорить». Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok